При поддержке федерального правительства в Санкт-Петербург приедут лучшие представители рабочих специальностей со всей страны, включая Воронежскую область. Для участия в финале чемпионата по профессиональному мастерству профессионалы. Этот конкурс должен помочь возродить престиж рабочих профессий. На сегодняшний день Росстат фиксирует большой дефицит специалистов рабочих профессий. Считается, что на сегодняшний день он составляет полмиллиона человек, дальше он по прогнозам будет только расти и буквально через несколько лет достигнет двух миллионов человек. Все это связано с тем, что несколько десятилетий назад было принято решение, что наша страна будет встраиваться в некую мировую глобальную систему. Однако, кроме продажи полезных ископаемых, в основном нефти и газа, предложить на мировой рынок больше оказалось практически нечего. Ни одна страна не стала супердержавой по причине продажи каких-то полезных ископаемых. Супердержавами становится, когда есть высокая переработка этих полезных ископаемых. И чем выше технологический уровень этой переработки, тем более продвинутая страна. Потому что прибавленная стоимость увеличивается на несколько порядков сразу от просто продажи сырой нефти. На несколько порядков разница. Поэтому вот в этом смысл развивать высокотехнологичное производство. А для этого необходимы две фундаментальные вещи. Наука и образование. Именно они позволяют обеспечить государству технологический суверенитет. Кстати, рабочие кадры, способные выполнять задачи любой сложности, в Воронежской области есть. Но их должно быть еще больше. Недавно был конкурс, где был жюри лучший по профессии, лучший сварщик. И там студенты колледжа наравне с рабочими из строительной сферы соревновались. И там практически второе-третье место было за студентами колледжа. То есть это высокий показатель. Но это, понимаете, единичный случай. Тут есть энтузиасты. Осталась еще школа с советское время. Сейчас государство многое делает для подготовки рабочих кадров. Целевой набор студентов гарантирует их дальнейшее трудоустройство. А учебные заведения, оснащенные современным оборудованием, позволяют получать все необходимые знания. Ни один завод сегодня не обойдется без токаря или сварщика. Ни одно конструкторское бюро не сможет успешно функционировать без специалистов по реверсивному инжинирингу. Ни одно даже самое простое устройство век высоких технологий и цифры не будет работать без профессионалов в области микроэлектроники. Только совместными усилиями мы сможем обеспечить технологическое лидерство страны. Победители чемпионата профессионалов, помимо денежных призов, смогут отправиться на стажировку ведущей компании страны, работающей во всех сферах экономики.